Всем привет! Меня зовут Сковска Ирина, агентство недвижимости Гранд Хаус. Сегодня я хочу вам рассказать об основных ошибках, о каких-то моментах, когда люди убирают земельный участок, на что стоит обращать внимание, а на что нет, что является действительно важным, а что второстепенным. И разберем мы это на примере нескольких земельных участков. Поехали! Мы с вами сейчас находимся в Павловске. Это садоводство «Звездочка». На нашем канале я часто о нем рассказываю, а сейчас хочу конкретно рассказать, как выбирать земельный участок. Потому что очень часто на просмотрах я приезжаю, люди начинают задавать вопросы, и я понимаю, что акцентировать свое внимание они немножко не на том. Почему-то все хотят видеть именно такую красивую картинку, но это как раз второстепенный фактор. То есть в основном надо обращать внимание на такие вещи, на такие моменты, факторы участка, которые вы никогда не сможете поменять, сколько бы вы денег не потратили. То есть это его месторасположение, это его окружение, это его расположенность в плане сторон света. Ну вот как очень хороший пример этот участок. Рядом какая-то заброшенная свалка. Сколько она здесь будет стоять, никому неизвестно. Может быть через месяц уже все будет по-другому, может быть еще 10 лет тут будет рядом свалка. Это вы уже не поменяйте. Поэтому смотрите сами, насколько этот момент для вас критичен. Насколько он далеко от въезда, например. Вот у нас примерно где-то чуть меньше километра вот от этого участка до въезда. У нас там магазин, у нас там автобусная остановка. Ну и, соответственно, достаточно удобное сообщение к этому участку. Этот фактор, да, он является тем, который вы уже не поменяете. То есть вот как участок расположен, так он и есть. Конечно, очень важный момент это коммуникации участка. Чтобы у вас действительно в том месте, где вы покупаете участок, ну в первую очередь, конечно, было достаточно мощности по электричеству. Если там, например, всего лишь можно подвести 2, 3, 5 киловатт, этого мало, конечно, для загородного дома. Как минимум 10 киловатт. Если это полностью отопление на электричестве, значит минимум 15 киловатт. Что с водоотведением участка, да, потому что у нас все равно по нашей территории нашей страны очень часто мы сталкиваемся с тем, что высокий уровень фрунтовых вод. То есть их, соответственно, надо отводить от участка. Должна быть обязательно какая-то дренажная система рядом с участком. То есть дренажные каналы, чтобы уже делая дренаж на своем участке, непосредственно туда могли воду отводить. Если рядом с участком вот дренажная канала, я не знаю, вот видна, наверное, да? Вот такие факторы важны, когда вы смотрите, выбираете именно под застройку, да? То есть условно, сколько вам денег надо будет вложить, чтобы привести в порядок ваш участок, да? Преимущество этого конкретного участка в том, что он уже, в принципе, подготовлен полностью для под застройку. Хотя, когда я его показываю, вот многих смущает, например, вот эта гора, да? Ну, это вот вообще тот фактор, на который я вообще не обращала внимания, потому что она раскидывается на раз-два, там, да, по самому участку. Вот этот участок месяца два назад я продала уже успешно, да? Вот это как раз участок с готовым ландшафтом. То есть здесь газончик, ну, сейчас этого не видно, да? Здесь все красиво, газончик вот поднят, выровнят. Но он продавался по вполне разумной, адекватной цене. То есть хозяева не завысили цену за счет того, что у них там вот сделан уже ландшафт. Многие покупатели, я вот сейчас тоже сталкиваюсь с таким, приезжают, видят красивую картинку, там, какой-то ландшафтик, газончик и так далее. И у них вот загорается, да, что вот все, уже все готово, у нас есть газон, мы видим красивую там такую поляночку, да, нам все нравится. Но мало кто задумается о том, что когда вы строите дом, ну, не может быть такого, что вот ваш вот этот вот красивый газон и ландшафт, он останется в таком же виде. Все равно он пострадает. Поэтому если вы покупаете участок, который завышен по цене именно из-за его благоустроенности, ну, тут надо 10 раз подумать, да, стоит ли это того. Вот очень удачный пример участка, который на самом деле долго продавался, ну, по сравнению, скажем, с обычной, да, продажей. Именно потому, что все обращали внимание в основном только на то, что участок довольно-таки низкий, да, то есть он по сравнению с уровнем дороги, он ниже. Поэтому все сразу думали, что потребуется значительное средство на его поднятие. Хотя на самом деле это стоит не так дорого. А вот те преимущества, которые есть у этого участка, почему-то отходили на второй план немножко, да, перед людьми. А преимуществ много. Даже начать от того, что он угловой, да, участок угловой, к нему удобный достаточно подъезд, широко асфальтированной дороги. На нем есть уже домик, который может быть как бытовка, да, на первое время. На нем есть скважина. И, в общем-то, его абсолютно не надо ни корчевать, ничего там делать. Поэтому вот эти все преимущества, они абсолютно полностью компенсируют затраты на его поднятие. Но людям нужна визуальная картинка. Это я тоже прекрасно понимаю. И это одна из таких больших основных ошибок, когда люди выбирают себе участок. Еще такой совет уже, наверное, чисто просто от меня. Я лично, да, со своего опыта, вот когда я, например, выбирала свой земельный участок, я туда несколько раз съездила. Я разговаривала с соседями, потому что, ну вот даже, я живу в садоводстве в Павловске, да, я могу сказать, у нас даже по территории, вот может быть, одна и та же линия, да, но уровень грунтовых вод различный или, может быть, какие-то проблемы с дренажными канавами. Ну вот в одной и той же, например, местности, буквально проехать там несколько метров, и один участок подтапливается очень, причем так сильно по весне, другой участок абсолютно сухой, то есть там хорошо работает вся дренажная система. Очень часто тоже с таким сталкиваюсь. А от продавцов земельных участков, ну или их представителей, не всегда, к сожалению, можно получить достоверную информацию. Поэтому лучше всего не полениться проехать, пообщаться с ближайшими соседями, кто там живет, и расспросить, что у них с дренажом, что у них там с водой, да, нет ли проблем со скважинами, что по электричеству, если вы хотите постоянно жить, да, надо обязательно удостовериться, что нет каких-то проблем, не, ну там, не знаю, не вырубается ли электричество, там, зимой, например, когда нагрузка большая на трансформаторе, то есть, ну, вот такие моменты, которые именно выплывут, когда вы будете там жить. Вот. Также можно пообщаться с людьми, где-то в интернете посмотреть, нет ли вообще каких-то проблем в целом, ну, вот если это коттеджный поселок, или если это садоводство, потому что все тоже зависит от того, как организована вообще вот вся жизнь, да, какое там правление, кто стоит у руля, потому что где-то действительно хорошая организация, все грамотно, все четко, вовремя, там, не знаю, собираются взносы, они расходуются на нужды и цели именно для развития этого места, а где-то, скажем так, не все так хорошо, поэтому я бы рекомендовала побольше информации пособирать именно по тому месту, которое вы для себя выбрали. Ну, это вкратце вот именно то, что касается земельных участков, да, то есть здесь еще, конечно, надо смотреть статус земель, да, тоже очень важно, то есть чтобы на этих участках была возможна прописка, если для вас это важно, да, потому что многие участки у нас бывают на землях сельхозназначения, тогда с пропиской, ну, могут быть определенные сложности. Но об этом я расскажу, наверное, отдельно в каком-то другом ролике. А сейчас еще хочу остановиться на таком тоже немаловажном вопросе уже по выбору домов. Очень тоже часто сталкиваюсь с тем, что люди приезжают смотреть готовые дома, и особенно если это дома уже вот с отделочкой, там, с мебелировочкой, там, занавесочки, цветочки и все такое прочее, я вот тоже часто вижу, что люди покупаются на красивую картинку. Тоже ошибка, да, то есть тут надо вот как-то абстрагироваться вот от того, что вам нравится картинка, и обратить внимание в первую очередь на то, как построен дом, какой фундамент, какие стены, какое утепление, какое вообще сделано, вот как его коммуникации сделаны, да, то есть самое главное, как отопление в этом доме продумано, предусмотрено. Вот на этот вариант у нас есть такая услуга, как экспертиза готового дома. Естественно, она платная, но поверьте мне, эти деньги вам потом в дальнейшем в сто раз отобьются, да, то есть она у нас по абсолютно адекватной цене, то есть каждый раз это все обсуждается, и наш эксперт приедет и сделает независимую оценку просто по качеству и самого дома, и инженерной системы дома. И вы уже будете покупать не кота в мешке, а уже проверенный дом. Если там какие-то моменты, ну, есть там какие-то недостатки, есть что-то нужно переделать, мы все это расскажем и можем предложить свои услуги по устранению, скажем так, этих недочетов. Или вы можете их уже устранять там сами с привлечением каких-то других фирм. Подписывайтесь, ставьте лайки, будем рады вашим вопросам, вашим комментариям. Всем счастливо, всем пока!